Всем привет, я Твост и сегодня мы снова поговорим о безопасности. Итак друзья, сегодня мы будем рассматривать пятый пункт у вас топ 10 недостатки контроля доступа. Прежде чем начнем хотел извиниться за то, что долго не выпускал этот ролик, был в командировках и как-то не получалось записать. Но вот сейчас наверсты выпущены. И второй момент, нужно вам сообщить важнейшую новость. Мы провели голосование в нашей группе в телеграме и выяснили, что абсолютное большинство пользователей хочет, чтобы я вас называл котики. Такая ваша воля. Если у вас есть другие предложения по поводу того, как вас называть, как к вам обращаться, можете написать в комментариях. Итак, что же такое недостатки контроля доступа? На самом деле это очередной такой всеобъемлющий пункт у вас топ 10, под который можно отнести большое количество атак и уязвимостей. Давайте посмотрим, какими они могут быть. В этот пункт попали уязвимости айдор, которые были пунктом номер 4 в васп редакции тринадцатого года. Но сейчас объединили два пункта и сделали один пункт, в который в том числе входит айдор. Так вот, какие уязвимости могут подпадать под этот пункт? Это айдоры, небезопасные прямые ссылки на объекты. Чтобы вам проще было понимать, самое популярное применение этой уязвимости это, например, когда вы получаете, ну к примеру, какую-то справку и у вашей справки есть определенный ID порядковый номер, ну скажем 1 2 3 и если вы измените этот номер 1 2 3 скажем на 1 2 4, то вы получите чужую справку. Вот если кратко, это самый простой пример применения уязвимости айдор. Кроме того, под недостатки контроля доступа подпадает открытый листинг директории. Это когда вы можете обратиться к директории сайта и в этой директории сможете посмотреть содержимое ее. Это читалки файлов, уязвимости локального и удаленного инклуда. Я вам сегодня покажу это на практике, как они выглядят и в чем их различие. И кроме того, это могут быть открытые админки, прямой доступ к, например, методам API и тому подобное. На самом деле очень большое количество можно отнести именно к этому пункту. Давайте перейдем к практике и посмотрим на примерах, как эти уязвимости можно эксплуатировать. Вот еще один пример уязвимости айдор. Как обычно мы это рассматриваем на примере приложения бивап и он нам предлагает следующий функционал. Мы можем купить определенное количество билетов по цене 15 евро за штуку. Вот давайте для примера купим 10 билетов, нажимаем отправить. Нам приходит ответ, что вы заказали 10 билетов, общая стоимость 150 евро. А сейчас перейдем в нашу уже знакомую нам утилиту Burp и посмотрим, что мы можем сделать с этим функционалом. Отправляем в репитер этот запрос, переходим и смотрим. Вот здесь и заключается суть уязвимости. Как вы видите здесь есть прямая ссылка на стоимость билета и мы таким образом можем ее изменить и к примеру поставить не 15 евро, а 1 евро и заказать все те же 10 билетов. Нажимаем кнопку отправить и смотрим на результат. Как вы видите здесь мы уже получили результат, что мы заказали 10 билетов общей стоимостью 10 евро. Таким образом мы изменили прямую ссылку на стоимость этих билетов. Следующая уязвимость, которая попадает под этот пункт, это как я ее называю на нашем сленге читалка файлов. Это функционал, который позволяет просто прочитать файл. То есть мы получаем имя файла, читаем его и выводим на экраны либо выводим куда-нибудь в базу данных там или еще куда-то. Таким образом мы просто получаем содержимое файла. В нашем случае имя файла передается методом get в переменной page. И давайте попробуем вместо этого текстового файла передать файл PHP. Вот, к примеру, index.php. Как мы видим уже появился какой-то текст. Посмотрим в исходный код, чтобы увидеть все теги. И вот мы видим начинается вот начальный тег PHP и дальше функционал вот. К примеру, redirect на portal.php. Давайте его тоже прочитаем. Вот мы прочитали файл уже portal.php. Таким образом получили его содержимое. Следующая уязвимость это локальный удаленный include файлов. Мы точно также, как мы видим, можем передавать имя файла. Однако в чем различие между локальным include и предыдущая уязвимостью читалкой файлов. Предыдущая уязвимость только читала файл и выводила его содержимое. А в данном случае мы можем передать файл на исполнение. К примеру, давайте передадим сюда файл как раз тот самый, который мы читали, portal.php. Как мы видим, выполнился два раза этот файл. То есть вот мы видим эту шапку желтую и она появилась еще раз. То есть это нам дает понять, что мы подключили к выполнению текущего скрипта еще скрипт portal.php. И какие возможности нам это дает? Это нам дает возможность подключить какой-то локальный файл с нашим функционалом и выполнить код. То есть здесь мы уже получаем из уязвимости локального include получаем уязвимость RCE, удаленное выполнение кода. Каким образом мы можем передать свой код, чтобы его подключить в виде файла в этот скрипт. В предыдущем видео, которое называется утечка персональных данных и чувствительной информации, мы рассматривали данный функционал, когда в текстного файле хранятся данные аккаунтов без шифрования. И этот функционал нам предлагает передать файл юзернейм и пароль. Давайте посмотрим в каком виде это хранится. Мы нажали отправить и нам пишут, что мы можем скачать этот файл. Давайте на него посмотрим. Итак, мы видим, что здесь хранится через запятую логин и пароль, обрамленный кавычками. И я предлагаю попробовать передать сюда вместо логина какой-то наш PHP код. Таким образом мы закрываем кавычку, которая будет обрамлять наш логин. Далее передаем наш PHP код и комментируем все, что находится после этой строки. Отправляем и посмотрим на содержимое. Итак, мы видим, что мы сейчас уже записали в этот файл наше содержимое с PHP файлом. Мы уже знаем имя файла, в котором это хранится и давайте передадим его на исполнение через уязвимость локального инклуда. Как вы видите, здесь подключился наш файл, который мы передали. Вот отобразилась на экран первая строчка и дальше выполнится наш код, который мы передавали в PHP Info. Друзья, на этом все. У меня к вам большая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои пожелания к видео. Я постараюсь их выполнить. Мне очень важно знать ваше мнение, потому что видео я делаю для вас. Спасибо. Встретимся в следующем видео.